Часть 10. 1. Хотя онтологическое одиночество верующего человека порождено ситуацией, возникшей по воле привечного, и поэтому оно является переживанием благотворным и неотъемлемым, тот особый вид одиночества современного человека, о котором мы говорили вначале, носит общественный характер и порождается исторической ситуацией, созданной человеком, и поэтому такое одиночество есть переживание неблаготворное, вызывающее чувство безысходности. Охарактеризуем кратко создавшее соположение. Первый Адам, наш современник, преуспевающий в своих космических величественных предприятиях, не желает серьезно отнестись к двойственности в человеке и пытается отрицать то, что отрицать невозможно, а именно, что рядом с ним или в нем самом существует другой Адам. Не признавая второго Адама, наш современник отвергает общину-носительницу веры и завета, как нечто ненужное и устаревшее. Во избежание недоразумений замечу, что я не говорю здесь о вульгарном непросвещенном атеизме, который насаждается политической и естественной общиной, отрицающей особую трансцендентную ценность человеческой личности. Я имею в виду западного человека, который присоединяется к организованной религии и щедро поддерживает ее учреждения. Сегодня ему угрожает опасность утратить свое диалектическое сознание и окончательно забыть о метафизической полярности, заложенной в человеке в качестве члена двух общин – носительницы величия и носительницы завета. Человек величественный видит в своем диалектическом сознании слишком тяжелую ношу, мешающую ему в его стремлении к счастью и успеху, и поэтому он готов избавиться от этого сознания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...